Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре подповерхностный воблер от фирмы Tsuyoki, заноза 105F Вес данного воблера аж целых 17,7 грамма Тип плавучести плавающий И заглубление нам указывает производитель до 40 сантиметров Что плюс-минус является правдой Где-то на не очень быстрой проводке, на равномерке Так он и идет 30, может быть чуть 30-40 сантиметров так и есть Но на медленной проводочке идет он под самой поверхностью где-то 10-15 сантиметров И в основном я его использую для ловли щуки по мелякам, по заросшим местам водоема Где глубины не достигают даже полуметра Но покрыто такой мелкой-мелкой травой, ряской И очень классно в таких местах работает воблер от Tsuyoki По внешнему виду напоминает небольшую такую рыбку По форме тела это воблер Minol Тело приманки у нас имеет вот такую интересную рельефность Которая в принципе напоминает чешую рыбу Плюс две полоски напоминают боковую линию Очень детализированно сделана голова, имитация жаберной крышки, рот Матовый 3D глаз Дополнительно увеличивает схожесть данного воблера с живым объектом У меня воблер вот такой вот яркой красочной раскраски Есть много точек, яркое пузо Ну то есть такой провоцирующий цвет А на сайте просто огромное количество Как и всегда у Tsuyoki расцветок Их около 40 Абсолютно разные варианты кислоты И там ну очень большой выбор Большая проблема остановиться на каком-то нужном цвете Там интересные как и натуральные расцветки Так и зеленые, и желтые И всеми привычные там Red Hat и Fruit Tiger Ну абсолютно огромное Огромное количество классных расцветок Я остановил свое время на этой Я хоть и не особо любитель ярких воблеров Но по мелякам в принципе неплохо данный воблер в данной расцветке работает Воблерок имеет систему дальнего заброса Плюс такой существенный вес Летит он довольно-таки далеко и точно То есть можно подбросить прям под стенку камыша Очень легко управляемый Работает как и на простой равномерке Как на медленной, так и с небольшими ускорениями Также на равномерке с небольшими подтвичами Легкий воблер Для новичков самое то И что самое главное Он просто замечательно ловит именно щуку На другую хищную рыбу я его не использую Окунь на него не садился Судак тоже, но вот для щуки воблерок по мелякам просто идеально Имеет вот такую небольшую маленькую лопатку Которая дает ему небольшой такой роллинг Но на равномерке игра у него то что надо Не сильно размашистая Идет так точно по заданной траектории И виляет боками Плюс имея довольно-таки существенную громкую шумовую камеру Привлекает при помощи шума Выманивает щуку из ее укрытия Из травы, из кувшинки, из камыша Классный качественный воблер По очень приемлемой цене Поэтому обратите свое внимание на Цюёке Заноза 105F Ну а на этом мой обзор подошел к концу Всем спасибо за внимание Пока Пока